Может потому что инфляция подстегивает рост цен или благодаря реальному росту экономики и зарплат трудящихся масс, а может по всем причинам в совокупности, но прирост налоговых отчислений во все уровни бюджета Новосибирской области в 2021 году увеличился в среднем более чем на четверть. В федеральном бюджет ушло 75,4 миллиарда рублей, рост на 30 процентов. В консолидированный бюджет региона поступления составили почти 185 миллиардов. Это на 25 процентов больше, чем за 2020 год. В том числе областной бюджет пополнился без малого на 140 миллиардов, рост на 28 процентов. Более скромные, но положительные темпы поступления у нас выросли на 9 процентов. Это страховые взносы во внебюджетные фонды. Совокупные поступления составили 158 с лишним миллиардов рублей. Основным драйвером роста у нас был налог на прибыль, платежи которого почти увеличились полтора раза на 22 миллиарда рублей и в совокупности составили 68 миллиардов рублей. Чуть поменьше поступило у нас НДС 64 миллиарда рублей, тоже высокий рост 27 с лишним процентов. Основной доходный источник территориального бюджета НДФЛ увеличился более чем на 9 миллиардов рублей. Совокупные поступления составили более 73 миллиардов рублей. Темп роста свыше 14 процентов, что даже опережает рост зарплаты, которую фиксирует статистика. Важным направлением нашей работы является кампания по исчислению имущественных налогов. Мы впервые в прошлом году превысили планку исчисленной суммы в 4 миллиарда рублей. Это на 5,7 процентов больше, чем за предыдущий год. Но совокупные поступления составили 3 миллиарда 914 миллионов рублей. Тоже увеличились на 5 процентов. А вот собираемость налогов осталась на прежнем, но достаточно высоком уровне – 96,6 процента. Не изменился список и основных бюджетнообразующих отраслей. Это торговля, поступления по которой в прошлом году составили 61 миллиард рублей, и обрабатывающих производства – 58 миллиардов рублей. При этом и динамика роста поступлений по этим двум отраслям в прошлом году была достаточно высокая. По торговле – 28 процентов, в обрабатывающих производствах – 14 процентов. Впрочем, существенно платежи увеличились в финансовой и страховой сфере, в грузоперевозках и хранении товаров, а также в добыче полезных ископаемых. Электронные сервисы ФНС пользуются все большей популярностью. Оно и понятно, ведь после реорганизации областной службы количество инспекций сократилось до 9, путем присоединения сельских отделений к городским. Но дополнительно появился долговой центр. Говоря о прогнозах собираемости налогов в 2022 году, Алексей Легостаев отметил, что даже рост на 15 процентов, а больше вряд ли получится, позволит перешагнуть планку поступлений в 300 миллиардов рублей.